Пожар затронули большое количество человек. Это очень серьёзное дело. И в первом, и в втором случае есть и пострадавшие, и погибшие, к сожалению. И как министр докладов, к сожалению, приходится изучать версию специальных поджогов, и в том, в другом случае. Хотелось бы вашу оценку услышать сегодня, как идут работы по ликвидации пожаров. Ну и второе. Хотелось бы услышать и от министра, и от руководителя регионов, что делается для оказания помощи людям. В ходе оперативно-следственных действий выявлены люди, кто намеренно занимался поджогом. Зачем? Сейчас выясняется. Один задержан. Личность второго установлена. Он находится в бегах. Но я думаю, что в ближайшее время, уверен, что в ближайшее время он будет задержан. Молодец-то какой. Выяснили. В настоящее время первый человек признал свою вину. Распоряжение сегодня принято, и деньги уже направлены в Ростов-на-Дону. Мы планируем завершить выдачу и материальной помощи пострадавшим, и компенсации за утрату имущества первой необходимости, и тем людям, которые получили вред здоровью. На территории Волгоградской области 21 оценочная группа завершает свою работу. Подготовлено уже решение правительства Российской Федерации также о выделении финансовых средств на выплату материальной помощи пострадавшим и компенсации за утрату имущества первой необходимости. Занимался поджогом. Зачем? Сейчас выясняется, один задержан. Личность второго установлена. Он находится в бегах, но я думаю, что в ближайшее время, уверен, что в ближайшее время он будет задержан. Молодец-то какой. Приходится изучать версию специальных поджогов и в том, в другом случае. Хотелось бы вашу оценку услышать сегодня, как идут работы по ликвидации пожаров. Но пожары затронули большое количество человек. Это очень серьёзное дело. И в первом, и в втором случае есть и пострадавшие, и погибшие, к сожалению. И как министр докладывал, к сожалению, при второе, хотелось бы услышать и от министра, и от руководителя регионов, что делается для оказания помощи людям. В ходе оперативно-следственных действий выявлены люди, кто намеренно выяснили. В настоящее время первый человек признал свою вину. Распоряжение сегодня принято, и деньги уже направлены в Ростов-на-Дону. Мы планируем завершить выдачу и материальной помощи пострадавших.